Сегодня во всех регионах нашей страны отмечают День молодежи. Каспийский праздник начался с зарядки с чемпионами. Шамиль Амиров, Ибрагим Ибрагимов и тренер спортивной школы имени Владимира Юмина и Авер Меджидов зарядили ребят хорошим настроением на весь день, благодаря комплексу спортивных упражнений, а также объяснили присутствующим о важности ЗОЖ. Далее, возле фонтана, в сердце парка имени Халилова, развернулись тематические площадки. Армрестлинг, аквагрим и многое другое. Сегодня в День молодежи у нас центр решил организовать мастер-класс по аквагриму. Мы делаем всем желающим аквагрим в этническом стиле. Мы делаем рисунки в виде герба Республики Дагестан, в виде карты и в том числе от руки различные дагестанские узоры. Представители местного отделения движения первых провели мастер-класс по изготовлению самолетиков движения вперед. На бумажном воздушном судне любой желающий мог написать добрые слова. Они как призыв, люби, дружи и так далее. И пытаемся их запускать. Все проходящие ребята будут подходить, мы их будем учить, они будут домой забирать эти добрые слова. И мир станет лучше. С каждой минутой к тематическим площадкам с интересом подходили множество людей. Каспичане и гости города от мала до велика. Неподалеку от фонтана состоялся и блиц-турнир по шахматам. Играют наши ребята, молодые ребята, хорошие, перспективные наши шахматисты. Мы проводим блиц, проводим блиц-турнир в два круга. И из каждого круга будет у нас два победителя, которые между собой разыграют, скажем так, по две пары. Выйдут в финал и там уже разыграют призовые места. В чайном дворике для молодежи Каспийска были организованы мастер-классы от наставников по личностному росту и развитию. Спикерами выступили Магомед Халимов и Арсений Курбан-Магомедов, которые рассказали ребятам о важности участия в грантовых конкурсах. Наша организация – офис по социальному проектированию, культура проектирования. Сейчас располагается в Махачкале. Всех вас буду рад видеть. Чем занимаемся, сейчас все расскажу. В следующем году организация выиграла порядка 50 конкурсов, грантов на сумму общую до 40 миллионов рублей. Поэтому, если у вас будет идея и цель сегодняшнего выступления не просто очередная лекция, тренинг, который закончится этим тренингом и все продолжится так, как оно и есть. Цель-то в том, чтобы зацепить за кого-то идею, за чью-лию идею и в дальнейшем развивать ее. Если к концу сегодняшней лекции тренинга будет хотя бы один проект на сумму, хоть 100 тысяч рублей, я буду считать, что тренинг выполнен не зря. В завершении праздничных мероприятий состоялась интеллектуальная викторина «Игра с умом». Вопросы для участников были поделены на блоки по самым разным направлениям – спорт, культура, туризм и многие другие. Я желаю всем, естественно, здоровья, процветания, чтобы получали все образования, потому что это очень важно сейчас в нашей жизни. Хотелось бы поздравить всю нашу молодежь с этим праздником, побольше оставаться молодыми, стараться, как говорится, не стареть, ну и всегда стараться быть молодым как минимум душой. Сегодня день молодежи России. Молодое поколение придет на смену нам, взрослым, и поэтому нам важно, чтобы они были патриотами, чтобы они любили свою родину, чтобы они уважали свои семьи, своих родителей. И, конечно же, умели что-то делать и созидать, не разрушать, а созидать. Поэтому я поздравляю всю молодежь города Каспийска, которую я знаю почти всех в лицо, потому что 47 лет работаю с молодым поколением. Поэтому желаю вам здоровья, желаю целеустремленности, чтобы вы могли ставить цели и достигать их. Молодое поколение, вперед! Мы с вами!